И всем привет ребят, с вами Старбайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике и сегодня мы вместе с вами будем обозревать одну очень интересную пушку, которая подверглась изменениям в балансе на предыдущей неделе. Рассмотрим ее, посмотрим насколько она актуальна на сегодняшний момент времени, как сильно чувствуется ее нерв, ну и насколько она нагибает или не нагибает на сегодняшний момент времени. Речь идет о пушке Жига, но если вам нравятся подобного рода видеоролики, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на канал, ну и конечно же не забывайте про розыгрыш на 1 миллион кристаллов на 15 тысяч танкоинов, прямо сейчас проходит розыгрыш по моему личному тегу, для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте мой личный тег, тег ТМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо Жиги, что с ней произошло, критический урон пушки стал меньше, и если смотреть в единицах, то у нас получается было 1700, стало 1600, единицы в секунду было 425, стало 400, при этом шанс критического урона с 10% снижен до 5, то есть в 2 раза у нас нерфится шанс крита, при этом еще и нерфится критический урон. Есть ребята, которые говорили мне о том, что Жига реально чувствует этот измененный баланс, насколько сильно она чувствует этот измененный баланс, прямо сейчас мы вместе с вами все это дело и рассмотрим, и я уже по ощущениям выскажу свою точку зрения. Беру я Жигу дефолтную с адреналином, не буду я здесь ничего в принципе экспериментировать, беру ее с Крусейдером, ну и по дрону давайте просто на дефолтном гиперионе попробуем все это дело выкатить. Пикаем, я думаю, что быстрый бой, посмотрим, что нам предложит матчмейкинг, если вдруг будет режим, в котором будет крайне тяжело реализовать это вооружение, то мы просто перепикнем боечек, но если будет хороший режим, то в принципе я думаю, что мы в нем можем и остаться. Ну и режимы карта в целом, да, потому что если там что-то большое, то на таком вооружении будет крайне-крайне тяжело, все-таки у нас ближний бойка, плюс еще гиперион, который не дает преимущества никакой по скорости, а чисто на дефолт нашу расходку пускает, нас закидывает на мосты. Ну и в принципе я думаю, что мосты это та карта, на которой Крусейдера Жигу можно реализовать, да, может быть немножко в моменте будет тяжеловато, но в целом я думаю, что это вооружение можно на такой карте реализовывать, тем более с гиперионом, поэтому будем пробовать, будем стараться, посмотрим, что у нас из этого всего получится. Вот у нас тиммейт тоже запикивается на такой же самый Крусейдер Жигу, может быть даже в моменте можно отыграть чуть больше от дефчика, тиммейтам помогать на дефчике, но вот единственное, только я сейчас вас по этого не догоню, и он улетит от меня, да, не успел я его догнать, Шарелла еще дается здесь от противника, пробуем слить оппонента. Ну и даю фулл баллон, и вы видите, что при фулл баллоне не уничтожаю оппонента, при фулл баллоне не уничтожаю оппонента, который без резиста, без резиста оппонента, я его не убил. Да, он с кризисом, но все равно по нему урона залетело довольно-таки много, да, я его даже и не слил. Изиду у нас, к слову, тоже занерфили, как и фриза, но фриз у нас в этом плане занерфился меньше всего, его я думаю, что если интересно, мы тоже в ближайшее время рассмотрим, поэтому если хотите обзорчики измененных вооружений, то обязательно поддерживайте данный видос лайком, как можно больше по цифрам соберем, как можно больше активности у нас будет, тем я думаю, что быстрее этот обзор у нас на канале и появится. Хотел я сосульку устную контентовую бутсануть, но, к сожалению, не успел, может быть, даже уже стоит поменять здесь резист, взять резист от Теслы, у противника их целых две штуки, взять резист от Гаусса, ну и что-нибудь еще здесь можно дать, опачки, Васпик летит в меня, можно в принципе, ай, хотел я подсейвиться, но подсейвиться и не успел. Так, Тесла, Магнум, Гаусс, давайте возьмем такой рез, Тесла, Магнум, Гаусс, Магнум есть, Тесла есть, Гаусс есть, все, резист у нас одет, ну и наша задача, конечно же, будет еще и выиграть эту катачку при любом раскладе. Нам нужна победа, наши тиммейты пока что флаг не увозят. Сосули у меня с этим Крусейдером копятся довольно быстро, поэтому, в принципе, наверное, даже вот в такие моменты я уже могу прожимать спокойно эту сосулендрочку, чтобы давать пространство своей команде, плюс еще и как бы уничтожать оппонента, себе плюсовать киллы. Так, ну и пробуем Васпика здесь забрать, улетать он пытается от нас, но по урончику мне хватает, возвратик, есть контактик, шикарно, возвратик оформляем. По киллам у меня 9, 200 очков за 2,5, даже можно сказать, за 3 минуты, не сказать, что много, но в целом, наверное, пойдет. Так, а рез пытается страховать своего тиммейта, ну и противник уезжает, уезжает противник, причем очень неплохо уезжает, хотя вот здесь режут уже его. Так, ну и что у нас вообще по резистам от Джиги, надо посмотреть, сколько у нас резистов у противника от нашей замечательной пушки. Тут меня пытаются на расстоянии разобрать, сколько от меня резов. Три резиста, ну в принципе, наверное, не критически, три резиста это немного. Я вот думаю, что может быть, мне даже стоило бы от дефщика здесь поиграть, чтобы наши тиммейты, например, пытались увозить, но для начала нам надо хотя бы один флаг увезти. Если мы один флаг увезем, то в целом, наверное, я могу уже и от дефа поиграть, пока мы один флаг не поставим. Так, отличную, шикарную сосулендерочку я даю, но, к сожалению, под нее сыграть не успеваю. Да, улетаю на респ за счет сводки Гаусса вражеского и противник еще и доставочку оформляет. Плохо, очень плохо. В этом плане очень плохо, при том, что у противника здесь еще довольно большое количество оппонентов стоит в дефе. Да, соответственно, нам здесь еще и потяжелее как-то все это дело дается. Опа, противник начинает троллить, это очень хорошо. Когда начинаются троллинги, это меня только лишь мотивирует играть получше. Поэтому будем стараться. Будем стараться камбэкать сейчас эту каточку. Ну и вообще в моменте я даже мог бы, как я уже сначала сказал, я бы мог здесь вообще на этой крусейдерожиге бы очень вкусно подефать. Да, я бы мог вообще бы поддержать свою базу. В принципе, наверное, давайте я попробую сейчас этим делом и заняться. Сейчас у нас тут оппонент пушит, наш тиммейт увозит под это все дело. Так, трубчик кинул, доставка есть, шикарно, шикарно, шикарно. 1-1 имеется, соответственно, я дефить уже могу, смело, могу смело дефить. Так, мне нулевой урончик дает возможность здесь пожить, хорошо. Есть контактик, отлично. Так, со мной даже уже блогер здоровается. Мы здороваемся оппонентом, а он еще 2-0. Ой, 2-1, не понял, а как 2-1? Вроде как у нас был счет 1-1, а тут 2-1. Что-то я не понял, прикол. Ну ладно, в любом случае, продолжаем дефать. Продолжаем дефать, потому что наш тиммейт уже увозит еще один флаг. Страховочку на тиммейту. Страховочку, никто его не режет, вроде как. А, здесь вот есть только один боец. Так, Тесла. Влетает, но не успевает ничего сделать, отлично. Так, Шареллу даем по троим. Четверым, по четверым! Не Шареллу только, а Сосулендру. В 4 танка залетает моя Сосулендрочка. Очень вкусно. Так, ну и 2-2. Счет у нас становится. Шикарная пока что реализация Крусейдера Жиги именно от дефа начинается. За счет того, что наш тиммейт доставляет. Противник постоянно въезжает к нам на базу. Соответственно, реализация нашей Крусейдера Жиги уже начинает вкусненько работать. Да, на летающем корпусе здесь в моменте, конечно, тяжеловато немножко раскручиваться. Но за счет Гипериончика у меня, в принципе, в принципе, все получается. Да, и Васпики здесь дефятся. Аптечки быстро кулдаунятся. Соответственно, мы можем здесь наше вооружение спокойнейшим образом раскручивать. Васпик даже не успевает бомбу нажать. Отличная здесь страховка. И наш тиммейт влетает в третью доставку. Шикарно! Шикардосик! Господа, шикардосик! Начинаются доставочки вкусные. Очень хорошо, что я начал играть от дефа. У нас и на базе проблем больше нету, как таковых. И, соответственно, наш тиммейт тоже доставки оформляет. То есть работа начинается. Та, которая и должна быть в таких режимах. Чтобы у нас команда полностью функционировала. Если у нас есть атака, значит нам нужен просто железобетонный деф. А, как вы знаете, я и железобетонный деф. Это как одно целое всегда работает. Так, Васпик у нас переодевается на Хантера. Берет он Хантера, Рикошета. Но овердрайва у него еще довольно длительный период времени здесь не будет. Сливает он меня. Остается сам без аптеки. Надеюсь, что наш тиммейт его задефает. А он не дефает. Хорошо, рельса, страховка. Страховочка от рельсы срабатывает. Шикарно. Васпик будет ли въезжать в меня? Да, едет. Старается. Бамбу лербу ставит. Хочет сыграть. Но играть я ему, конечно, не дам так просто. Так, ну и контролируем пока что. Пока что контролируем ситуацию. Викинга Изида пытается въезжать под нашу базу. Остается она без аптеки. Есть еще два оппонента. Три оппонента. Сосулендра. Ай, в молоко Сосулендра в труп залетает. Но наш тиммейт страховочку дает. Страховочку. Возвратик есть? Да, возвратик есть. Шикарно. Шикарно. Еще и тиммейт увозят по респу. Страхануть тиммейта надо. Теперь страхануть тиммейта. А, пари все урон бы. Ах, чуть-чуть, чуть-чуть я здесь не успел бы. Чуть-чуть бы, побыстрее бы подвинулся. Может быть что-нибудь и получилось. Так, хантер вражеский залетает к нам на базу. И его тиммейт просто обрабатывает на минках. Шикарно пока что все у нас здесь происходит. При том, что мы ведем 3-2. Попытка увоза от противника. Плохо, плохо, очень плохо. Очень плохо. По хп у него, конечно, немного осталось. Но флаг-то он увез. Пробуем обрезать. Обрезал его, срабатывает. И возвратик. Хорошо, шикарный возвратик. Оформляем. Доставкин. Есть доставкин. Все супер. Просто бомба. Начинаем разыгрывать эту катку. Камбэчную просто с 2-0 даем. Уже на 4-2. Возвратик под дефчик. Шикарно. Есть овердрайв у нашего тиммейта. Есть овердрайв у противника. У меня прямо сейчас тоже будет оверка. И доставочку даже успевает оформить наш тиммейт. Хантер здесь въезжает. Попытка увозинга. Возвратик оформлять успеваю. И у меня есть еще сосулендрочка. Чтобы еще одну доставку предотвратить. При том, что противник пытается увозить. Мы режем верхнюю зонку. Режем просто по верхней зонке. И даже если он сейчас будет ехать под доставкинса. Я в принципе... Опачки. Вот этого я не ожидал. Честно, что здесь ваншот залетит. Что здесь ваншотик залетит я не ожидал. Но наши тиммейты справляются. Дефует флаг. Летит уже Крусейдер под атаку. Вернее, под доставку Хоппер летит. А мой Крусейдер летит под дефчик. Доставка оформляется. Шикарно. Ждем оппонента, который выпушивать будет. Здесь уже у противника... Ну... Мало чего остается, если честно. Им надо уже всем стараться пушить. Потому что счет 6-2. Наши тиммейты просто разваливают атаку. Ну а с дефчиком у нас все в порядке. Да. Лучший дефер-то на месте. Лучший дефер-то тут. И тот самый противник, который говорил, что там все будет сейчас ливать. Уже пишет оскорбление в чат. Потому что ничего не может с этим поделать. Потому что он просто бесшансово проигрывает катку. Викинг с прожатым овердрайвом. Ждем пока он выйдет. Добавляем еще одну миночку направо. Добавляем еще одну миночку направо. Ну и просто ожидаем. Нам даже особо тут и торопиться-то некуда. Не надо. Мы просто выигрываем катку за счет своих командных грамотных действий. И без проблем закрываем бой в свою пользу. Да. Я мог бы уже сейчас ехать пушить в атаку. Потому что тут железобетонная победа в виде 6-2. Но давайте попробуем сюда. Вот просто заедем. Да. Попробуем заехать. Может быть какую-нибудь сальсулечку сейчас вкусненькую дадим. Например. Вот по этому бойцу. Ох. Не залетело. К сожалению. К сожалению. Не залетело. Хотя мне вроде как показалось, что там залетает. Так. Хантер через низ ловит минку. А это васпик был. Нулячий васпик. Так. Ну и все. Доставка от хантера. Железная бетонная каточка у нас получается. По итогу. 33 кила я даю на этой жиге. 700 очков зарабатываю. И в целом что я могу сказать. Возможно да. Нерв небольшой чувствуется. Критических уронов стало поменьше. И сам крит стал слабее. Но в целом пушка все так же эффективно и вкусно работает. И можно ее очень-очень хорошо реализовывать. Посмотрим что у нас будет по фрезу. Жига хоть и занерфленная. В моем плане. В моем смысле. Выглядит вполне комфортно. Даже против резистов. Да. Немножечко потяжелее. Но в целом все так же эффективно. Броником просто контрится побольше. А так без проблем. Работает наш замечательный жигенговодик. В рамках ММ. Пишите что вы думаете по поводу жиги после ее нерфа. Обязательно поддержите данный видос лайком. Если вы хотите видеть больше игровых видосов. Потому что в последнее время как-то уж очень мало обзорчиков у нас в рамках основного канала выходит. Также не забывайте конечно же подписываться на канал. Ну и не забывайте про розыгрыш. И про подписочку на тележечку. Если вы вдруг еще не подписаны на ТГ. Обязательно подписывайтесь. Весь лайв контент. Ну и плюс вся информация по стримам выходит именно там. У меня друзья на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok